Рита, я правильно понимаю, что для тебя это первое большое интервью в качестве гостя? Да, я привыкла брать интервью. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам. Скажи, пожалуйста, ты блогер, журналист, ты писатель. Кто ты? Расскажи, для тех, кто не в курсе. Слушай, да я, ну как сказать, все зависит от времени дня, от сезона, ночью я мама. По образованию, я филолог, русский язык, литература, сочинения и книжки. Что ты закончила? Филфак, русское отделение, сплг.у. Плохо закончила, мало училась там, неважно. Я случайно туда попала, на самом деле я мечтала учиться на журфаке. На третьем курсе я пошла работать, на телеканал Мир, стала корреспондентом новостей. На самом деле я всегда с детства знала, что я рано или поздно буду в ящике. Да, но как-то я с течением времени об этом забыла, и в 18 лет, когда я, до 18 это вообще было полное, практически полный какой-то вообще раздрай, я не понимала, кто я, зачем я, у меня такое было депрессивное состояние вообще. Ну то есть вот Торито, с которой сейчас ты разговариваешь, да, это совершенно две разные девочки. И до 19 лет, до того момента, пока я не пришла в церковь, не покаялась, не познакомилась лично с Богом, можно же об этом говорить? Конечно. Я даже здесь ставлю фотку, где ты с соответствующими, в соответствующем образе, их можно достать. Нет, это их фотографии? У меня есть. Ладно, окей. Что за церковь? Я туда пришла на таком, в очень сложный период жизни, и мне, в принципе, было все равно, в какой церковь идти, потому что я просто искала ответы на вопросы, на которые мне никто не мог дать ответы. Ни мои родители взрослые, ни друзья, там, в общем, я верила всегда в Бога, я молилась, очень наш, ездила с папой в православную церковь, то есть, ну, я считала себя верующим человеком. Но когда случилась очень серьезная ситуация, в нашей семье заболела моя сестра старшая, какое-то жуткое состояние шока и страхов, что будет все совсем плохо, что я сестру потеряю. Ну, в общем, это были несколько жутких таких дней. Пыталась как-то молиться, как я умею. Сколько лет было? Ну, 19. 18-19, вот как-то. Я не помню точно, вот плюс-минус, да. И я помню, что я написала своей подруге Рите, самой близкой на тот момент, что, Ритка, у меня сестра заболела, все очень плохо, можешь помолиться за нас. Потому что я знала, что она верующая. Прям такая вот, не просто, да, а вот прям, прям. И она написала мне такую интересную смс-ку в ответ. Приезжай, мы пойдем с тобой, захочешь, пойдем в церковь. Был новый этап в моей жизни, который полностью начал меня перестраивать вообще со всех, со всех сторон. И самое главное, наверное, что в тот период в моей жизни произошло, это я увидела и почувствовала, что у меня есть мечты. И самое главное, что у меня появилась сила для осуществления этих мечт, этих желаний. Потому что до этого у меня такой был, знаешь, латентный депрессняк. А с чем связан был? Да ни с чем, просто, просто вот. Я, огромный потенциал внутри, который ты не знаешь, как реализовать. И ты чувствуешь, что ты что-то этому миру должен. А как эти долги отдать и кому вообще и что мне с собой делать, я не знала. Очень-очень крутой папа, талантливый. Очень большие где-то ожидания, невысказанные от, естественно, детей. А что с ними делать, я не знала. И когда я пришла в церковь, когда я стала, ну, реально, я реально встретилась с Богом. Вот, на уровне сердца, да, я поняла. А что с Сашей в итоге? А что с ним в итоге? Ну, в итоге она в процессе, она, ну, как бы, серьезно рассказывает, прям подробности. Неудово с подробностями. Она работает, учится, у нее много друзей. Она преподает детям, она, ну, то есть, все окей. И это к чему я все, да, к журналистике. К тому, что я вдруг вспомнила все свои мечты детские. И вдруг поняла, что я могу и хочу, самое главное. Я начала мечтать о своем канале. Я до сих пор о нем мечтаю. Я знаю, что он будет. Ты мечтаешь о телеке или ты мечтаешь о интернете? Да неважно. И то, и то. Это же сейчас совмещается. Максимальный охват. А маме? Мама сейчас, в данный момент, сидит с Эвочкой, с внучкой. Это сейчас ее главное детище, потому что она очень мне помогает. И я бы без нее сейчас вообще не представляю, как бы я справилась. Потому что она, ну, основную нагрузку, которую... Ну, обычно семья — это два мужа, жена и дети, да. А поскольку я одна, мама сейчас практически всю эту нагрузку взяла на себя в плане детей. Вот она сейчас... Вот я тут пишу интервью Захар Застенко и Эвос мамой. Мама историк. И Геродот очень древний. Шутка. Вот самая дорогая и близкая рядом женщина взрослая, которая мне помогает. Бабушка и мама. О журналистике, телике и интернете. Что в ближайшее время ты планируешь делать, чтобы попасть в телик, в интернет и ничего? Ну, смотри, как тебе сказать? Когда-то, 6-7, 6,5 лет назад, я делала очень много для того, чтобы прийти рано или поздно к своему каналу. Ну, плюс мы вместе с Денисом... Программа «Перекресток», программа «Мажоросвидетель». Сейчас что? Ты не даешь мне ответить. Смотри, я к чему? Я отвечаю. Фишка в том, что когда я делала очень много, именно конкретно в плане журналистики, постоянно работала, много училась, отправляла работы на конкурсы, мы их выигрывали. И у меня было четкое понимание, как я дойду до этого канала своего. И потом в один момент все просто переключилось. Что за момент? Момент, я просто... Наверное, есть в этом... Есть такой термин «выгорание». Может быть, это был он, но на самом деле я просто поняла, что я уделяю... То есть для меня в какой-то момент моя работа стала идолом. Стала той вещью, той сферой, куда я отдавала все свои силы, все свои мысли, все свои чувства, вообще все. Уходила туда. Мне не важно. У меня и личная жизнь была на работе, и все деньги уходили на работу. Ну, то есть я была полностью в своей профессии. Я, знаешь, была как инвалид на самом деле, потому что 10 дней, например, я снимаю, два дня в выходных, я не знаю, зачем я живу. И это было ужасно, потому что, с одной стороны, это была мечта от Бога, на самом деле. Журналистика, канал, крутые программы, которые смогут менять общество в лучшую сторону. И в то же время полное погружение настолько, что я стала вообще... Ну, как есть эта тема, да, трудоголизм, это все эти измы, это, ну, как зависимость. Вот. И когда я это поняла, я поняла, что я так не хочу жить. Я не хочу прожить всю жизнь просто журналистом. Я больше, чем журналистика. Ну, потому что я человек, в первую очередь, да, я личность. Сколько этот перерыв длится уже? Перерыв не длится. Я уволилась со своей любимой работы за несколько месяцев до свадьбы. Потом сразу же практически забеременел декрет. Знаешь, вот ты помнишь, мы с тобой разговаривали недавно, ты спрашивал, кто автор сценария моей жизни. Вот я не знаю, как этот сценарий повернется. Я верю, что эта мечта внутри меня, она не моя, потому что я слишком маленькая для того, чтобы самой придумать свой канал. Но если на самом деле Бог мне доверит и даст людей, которые помогут эту мечту осуществить, я знаю, что такого в России еще нет. И я бы очень хотела. И для меня опра в инфре огромный пример женщины, которая, неважно какого возраста, цвета кожи, судьбы до, она делает сейчас мега крутые вещи. И самое, что больше всего меня восхищает в ней, что у нее была светская карьера. Она ее красиво, условно говоря, закончила. И сейчас она делает на своем канале те программы, те шоу, которые ей интересны, которые несут те ценности, которые для нее важнее всего в жизни. Пересмотреть каналы о проблеме. Кто они делают это? Я в том числе. Английский понадобится. Естественно, изучите английский сначала. Хорошо. Слово «проповедница». Правильно слово? Как филолог? Для кого-то, наверное, да. Ну, знаешь, сейчас и звонит правильное слово, поэтому я не знаю, что проповедница тоже. Филологически точка. Проповедница. Проповедница. Это правильно сказать? Нет, мне кажется, это просто некрасиво. Это некрасиво. Может быть, это и правильно. Проповедник, это же правильно. Ты считаешь, что ты проповедница или проповедник? Нет. С позиции ценности, которые я несу, да, я проповедник. Ты проповедник. Любой, кто у нас будет смотреть, проповедник. Каждый из нас несет какую-то мысль, какой-то месседж, какой-то пацан людям. Поэтому как угодно это называй, но да, проповедник, да, журналист. И как ты сама оцениваешь? Твои проповеди для кого? Начнем с того, что их всего три пока в интернете. Мы вправе время задали этот вопрос. Не будем делать это модное слово «хайп», на них еще пока хайпа никто не сделал. Конечно, мое сердце, оно к женщинам. Естественно, потому что я сама женщина. Но я не думаю, что я много чему могу научить мужчин, тем более с кафедры. Мужики служат мужиков или своих жен. Вот, у меня был мой любимый муж, который меня слушал, да. И, конечно, я про женщин, конечно, я для девочек и для девушек несу свое послание. Да, я посмотрел твои проповеди, мне они тоже понравились. Я желаю, чтобы ты развивалась в этом служении. Если есть у человека призвание, то неважно, какую он там социальную роль играет. Жена, муж, дети и так далее. Это никак не будет мешать. Наоборот, это будет благословение для всех. Конечно, я готова с удовольствием. У меня мой любимый хэштег, который ты, конечно же, знаешь, это «Движ». У каждого моего ребенка есть хэштег с этой приставочкой «Движ». Поэтому мы все готовы, приглашайте. Тем более мы уже приезжали в Нягоне, было очень классно. Да, да. Лучшее качество Дениса, которое бы ты хотел, чтобы он унаследовался? Он его уже унаследовал. Лучшее качество. У него их много. Одно? Я, знаешь, окей, я тебе скажу. Он очень крутой, очень крепкий, очень сильный мужчина. И одновременно с этим он очень нежный и очень любящий. Вот. Я так отвечу. И Зак это уже такой? Так я про Зака. Он такой же, как папа. Да, очень похож в этом. За этот год произошло очень много событий, о которых я знаю. Люди, которые читают тебя, знают. Наверное, мы знаем не все, но даже то, что мы знаем, похоже на какой-то невероятный сценарий, совпадения, какие-то чудеса. Как раз сегодня чуть-чуть писала об этом у себя там в заметках, что этот год он был как под гипнозом, как под наркозом, как вот он как-то, знаешь, я была под чем-то, если как-то объяснить, да, я не употребляла наркотики никогда, не знаю, с чем сравнивать. Но в то же время, ну, то есть я понимаю, что я его прожила вот как-то вот так, и я почти не поняла ничего, не заметила. Хотя было огромное количество событий, очень, ну, и крутых, и интересных, и неожиданных, и много встреч и поездок. Но я только сейчас начинаю потихонечку осознавать, что все-таки случилось, произошло, и понимать потихоньку начинаю только сейчас весь замысел Бога, хотя я думаю, что еще, наверное, не один год на это уйдет. Вот, слушай, самые такие нереальные события, конечно, это первое, это новости и известие о том, что я беременна. Да. Конечно, потому что я была совершенно к этому не готова, хотя мы летели в Турцию, и Денис постоянно говорил о том, что мы едем за девочкой, на что я отшучивалась и говорила, что турецкое производство не очень хорошее. Вот, конечно, я даже мысли об этом не было. Наоборот, когда все случилось, и больница, там, похороны, все эти дела, я думала только о том, что, слава Богу, что я не беременна. И когда на следующий день после вечера памяти Захарка мне подошел, тыкнул в живот и сказал, мама, у тебя там ляля, и вечером я купила три теста на беременность, и все они оказались положительные, конечно, это, ну, то есть, это был шок и ужас, и непонимание вообще, что делать дальше, что делать с этим ребенком, что будет со мной, с Заком и вообще с нами, со всеми. Кто первый узнала? Папа. Папа, я позвонила, я была вся в слезах, я ужасно испугалась, и вообще, ну, то есть, и так шок, и так стресс, да. И для меня дети это всегда продолжение любви, это подарок для мужчины, как мне моя подруга психолог сформулировала, и этого не может быть без мужчины, без мужа любимого. И когда Дениса не стала, я узнаю, что я беременна нашим ребенком, я не понимала, что мне делать и зачем мне, ну, то есть, зачем, Бог, что тебе еще нужно от меня? Я готова пройти потерю, я готова пережить эту боль, то есть, у меня нет вариантов, да, но зачем ты мне даешь еще и ребенка в этом во всем? Я тогда не понимала и не видела, знаешь, вот это, я не видела Эвочки, моей вот девочки, которую я сейчас держу на руках, смотрю и понимаю, что это полная копия папы своего, да, полная копия Дени, и я вижу, ну, то есть, я переживаю эти чувства материнские совершенно по-другому с девочкой, а не чем с парнем, да, чем с Захаром старшим, и понимаю, что это такое счастье, безумное, такое дорогое и тяжелое, но в то же время это счастье. И тогда, конечно, я этого всего не видела, не чувствовала, и я была в ужасе, позвонила папе, и папа меня, конечно, спас, когда я ему звонила в слезах, говорю, папа, я беременна. Что он сказал? Он сначала промолчал, потому что он не мог ничего говорить. Как нормальный мужчина. А потом он сказал, типа, какое счастье, какое чудо, и я ревую, говорю, пап, ты, какое чудо, ты вообще о чем, что мне делать, он говорит, ты представляешь, какое благословение, какое завещание тебя оставил Денис. И когда я начала ему там что-то всхлипывая, объяснять, что у меня нет работы, у меня нет денег, что я буду делать, он сказал, о чем ты думаешь вообще, это вообще не важно, со всем разберемся, главное, давай, теперь у тебя есть дело, теперь у тебя есть основная задача, это твои дети, это ты, а за все остальное не переживай. Какие были страхи на тот момент, когда ты узнала, что Дениса нет? Вспомню, что вот я сижу в коридоре, выходит из реанимации врач и говорит мне, что мы не смогли его спасти, и он умер, и говорит мне это очень жестко. То есть, знаешь, не жалея меня в этот момент, и не жалея Деню. Ну, она врач, да, что с нее возьмешь, я не думаю, что ей приятно было это говорить, но неважно. Вот с этого момента все дальше я вот кадрами помню, как в кино. Я помню вот это все серое, я плачу, иду по этому жуткому двору больницы, папа идет мне навстречу, обнимает меня, говорит, а я знал, потому что ему приснился сон в эту ночь, что я прихожу к нему маленькой девочкой, залезаю под одеяло, и говорю ему, папочка, я не хочу тебя расстраивать, но Дениска умер. И он просыпается утром вообще в ужасе рассказывается, и жене говорит, слушай, вот потом Деня выйдет из больницы, мы типа посмеемся. И через несколько часов я ему звоню и говорю, что папа, я в больницу, приезжай, потому что Денис умер. Это все дало мне в тот момент понять, что это не просто случайность, это не несчастный случай, это запланировано Богом. И поэтому мне, наверное, даже было легко в какой-то степени в тот момент шоковый, потому что, правда, у меня было, знаешь, я когда стояла на кладбище, я не видела смерти. Я настолько чувствовала присутствие какой-то сверхъестественного Бога рядом, что я вообще не чувствовала смерти. И наоборот, у меня было ощущение, что рядом просто толпа ангелов, что все хорошо. И мало того, я чувствовала, что я не живой. Вот в этот момент я могу сказать, я поняла, что любовь на самом деле, она не умирает. Она, совершенная любовь, она мало того, что страх убивает, она убивает смерть. Это было какое-то, знаешь, вот именно те первые 2-3 недели, космическое время, когда я, наверное, я его, конечно, сейчас уже не помню, да, это состояние шока, все равно психика отключается. Плюс я была беременная, и я отдаю себе отчет в том, что беременность меня спасла, потому что там совершенно другие гормоны в организме, да, у женщины беременной. И я, знаешь, как через подушку все это ощущала, потому что сейчас, когда я родила, и 3 месяца жизни мамы двоих детей без мужа, это, конечно, огонь. И я по-другому ощущаю реальность, более реально. А тогда я на самом деле видела Дионю живым, и я видела его на небе. Ну, то есть я не видела картинку, но это вот какие-то секундные вспышки, когда я понимала, что с ним все в порядке. Было несколько моментов, когда я четко слышала внутри себя Бога, я не слышала голос, да, это была мысль, которая, она была точно не моя, о том, что с ним, во-первых, все в порядке, что я должна делать то, что я должна делать, а не Бог с ним, это его сын, и они решают сами. Я слышала от него несколько фраз и про финансовые благословения, которые будут, это Денис еще был жив, и я вообще не понимала, о чем речь. И через сутки он умирает, и нас начинают, ну, как бы, мне начинают приходить какие-то деньги от людей, от которых я даже не знаю. И я вспоминаю, что Бог мне уже об этом говорил. То есть, понимаешь, это вся ситуация настолько нестандартная для меня, я такого в жизни не встречала. Я сама свою историю жизни смотрела и смотрю сейчас, знаешь, как кино. То есть, если до этого это я ее жила, то сейчас я, ну, в какой-то момент я понимаю, что оно, знаешь, идет само. И хоть я и принимаю в этом участие, я понимаю, что все самые крутые и великие вещи Бог делает сам, а все, что от меня нужно, это просто слушаться Его и доверять Ему. И потому что я понимаю даже то, что то огромное количество любви и поддержки от людей, которые я весь этот год чувствую на себе, оно только благодаря тому, что я доверилась Богу, и я готова была это принять. Потому что в момент потери боль настолько сильная, что она может закрыть от Бога, и это, в принципе, абсолютно естественно. Ну, потому что, когда у нас рана, да, ну, вот просто любую ситуацию, там, собаку представить раненую, она кусает того, кто хочет ее вылечить, потому что больно. И если бы не близкие отношения с Богом, до, если бы не эти несколько лет, когда Он меня готовил, я даже не понимала этого, к тому, чтобы я так это проходила сейчас, я бы не смогла. Я не знаю, как люди проходят, честно. Ну, то есть, меня даже бесполезно спрашивать, там, не знаю, задавать мне какие-то вопросы, или там, чтобы я что-то посоветовала, потому что невозможно боль другого человека понять, невозможно, если только ты сверхъестественно это не переживешь откуда-то. Потому что, ну, то есть, понять это сверхъестественно может дать только Иисус, потому что, ну, в Библии же сказано, что Он все понес. То есть, все наши боли Он перенес на себе, и только Он один понимает, что происходит. И у меня был этот Иисус Христос рядом со мной, который понимал меня на сто процентов. И только благодаря Ему я, ну, как бы, вот так эту ситуацию увидела и пережила. И оно вышло, ну, то есть, я реально понимаю, что мы победили смерть, мы вместе с Денисом, вместе с его семьей, я вместе с моими детьми, моим Богом, победили смерть тем, какие мы сейчас, какая я сейчас, как все происходит, понимаешь? Да. Вот. Отсюда наш хэштег «Любой знает лучше». Я не могла не сказать. Давай про этот хэштег «Любой знает лучше». Ты по-прежнему считаешь, что спустя год, что это была любовь. Она по-прежнему знает лучше. И ты по-прежнему не доверяешь, и то, что произошло, это сделает любовь. Ты имеешь в виду, любовь ли забрала моего мужа? Да. Да, конечно. Конечно. Ну, то есть, у меня нет, знаешь, я не верю так, что в смерти моего мужа мог быть виноват какой-то там врач или какая-то болезнь. Ну, какая-то, знаешь, вот глупость. Это то же самое, знаешь, что поверишь, что Иисуса распяли, и он умер, потому что его убили солдаты. Ну, то есть, окей, да, физически, да, есть два уровня. Есть предметный, есть более глубокий уровень. Все, что происходит в моей жизни, все, что происходило в жизни Дениса, как человека, который посвятил себя Богу, оно не могло быть просто, знаешь, стечения обстоятельств. Я не верю так. Я не знаю, как у других людей. Я говорю только, да, за нас, за нашу семью, за то, что я могу ответить, за что я могу ответить. Окей, это очень сильно. Потому что в тот момент мне вообще было, ну, то есть, я, знаешь, если можно так сказать, я была рада за него, потому что он, наконец-то, там, где, по сути, мечтает оказаться любой христианин, да, посвященный. Ну, мы же все здесь на земле, чем мы занимаемся, по сути? Мы ищем вот этот вот момент, наивысшую эту точку ощущения себя 100% в единстве с Богом. Ну, правда же? Ну, да. Зачем нам нужны молитвы, посты, служения, там, Библия и так далее? Чтобы почувствовать, что мы с Богом одно. Я знаю, что мой любимый, самый любимый человек на земле с Богом сейчас просто вот лицом к лицу обнявшись. Самые большие страхи и сомнения, конечно, они самые большие, жесткие, жесткие. Конечно, первое – это деньги. Первое – это что мне делать? Как мне обеспечить мою семью, моего ребенка и вообще, ну, что мне делать? Ну, это оказалось еще не самый главный страх, потому что, когда я знаю, что я беременна, и все. Вот тут это просто было вообще, вот, вот, все, Бог, как бы, ну, за что? Что ты со мной делаешь? Почему я? Я, как бы, я такого не просила. Я просто попросила у него мою совершенную судьбу, которую он хочет, чтобы я прожила. Но я не знала, что это так. И самое стрёмное – это то, что реальность вокруг, близкие люди вокруг говорили такие фразы, которые, знаешь, меня вот опускали в какой-то момент. Ну, типа, что, ну, а что ты хотела? Сказки не бывает. Вот это страшно, когда рядом люди, которые могут так сказать. И очень мало, но они были. Людей, которые говорили мне, ты пройдешься, будет хорошо. Да, котик. Нет, иди еще поиграть чуть-чуть. Как говорит мой папа, Покров. Да, Покров, Покров. Вот, вот, все благодаря Покрову, правда. О чем был ваш последний разговор, Зенис? Это было ужасно. Нельзя такие вопросы задавать. Слушай, последний наш разговор на меня ругался. Он на меня ругался, и он... По поводу того, что он говорил, что... Что ты собираешься делать дальше? Рита, ты должна, давай, или мы создаем канал твой в Ютубе, ты начинаешь говорить девочкам и женщинам. Либо, если ты хочешь быть журналистом, давай, будем снимать тебе передачи, какие ты хочешь. Это было для меня очень странно, потому что, ну, вот, знаешь, на ровном месте Деня начинает на меня наезжать, что... Что ты будешь делать дальше? Какие у тебя планы? Я помню, я еще так обиделась, ну, что, дорогой, ну, ты как, ты сам реши, какие у нас планы? Ну, я тогда не могу не спросить, что ты собираешься делать дальше? Какие у меня планы? Я мечтаю работать с девчонками, я мечтаю видеть их горящие глаза, я мечтаю видеть, чувствовать и слышать их уверенность в том, что они прекрасные, они любимые. И что они знают, кто они и для чего они, что они не боятся быть красивыми, быть целостными, настоящими. Окей, у тебя двое детей. И у меня снова тот вопрос возникает. Кто будет твой муж? Ой, класс. Может быть, это личный вопрос, но мне он по-прежнему интересен. Мне тоже. У тебя были? Тебе тоже. Конечно. Вопрос от моей жены. Что сделать девчонкам, у которых есть желание вписаться в этот проект? Куда им звонить, куда им приходить? У них есть какая-то идея, какая-то мысль, они разделяют твое видение, их, может быть, и свое видение, но они хотели бы соединиться. Либо девчонки, которые хотят получать то, что ты хочешь сделать. То есть участвовать, слушать, писать, там, не знаю. Что нужно делать? Есть какая-то? Есть, я есть в Инстаграме, ВКонтакте, ВФейсбуке, можно написать мне. Пишем тебе. Написать мне. Разрекламировать любовь знает лучше? Не разрекламировать, а может быть сейчас смотрит какая-нибудь девчуля, как говорил Денис, курочка. Я тоже так говорю. Да, ты тоже так говоришь. Курочки, пишите мне, пожалуйста, если вы хотите знать любовь, которая знает лучше. Если вы хотите, не знаю, у нас будет 100% семинар, будет авторский курс, будут девичники, будут встречи, будут... Я уверена, что будут поездки в разные города и церкви. В то же время я не хотела бы говорить об этом только вот узко для только христианской аудитории. Потому что, ну, какая разница, да? Вот. То есть будут и светские мероприятия, и христианские. Просто пишите, звоните, приезжайте, меня зовите в гости. Вот. Нормально? Да, кстати, мы приглашали Литу и отзывы у девчонок, просто зашкаливают. Появились люди, которые меня поддерживают, которые меня стимулируют божественными пинками. Один из них вот там сидит на камере, это брат Дениса, родной брат Саша, который на самом деле очень помогает, как минимум тем, что он сказал, я готов тебе помогать. Есть очень близкая подруга Наташа, которая меня, ну, вот весь этот год, она была просто как ангел рядом. Вот. Начиная от вопросов, кушала ли я, да, и заканчивая присутствием на родах вместо мужа. Вот. Так что у Эвы две мамы. Ну, хотя бы у Эвы кучи мамы, бабушек дву, две, которые как мамы. Вот. Появляются для меня это показатель, конечно, того, что все правильно идет. Это люди, которые искренне, без корысти заинтересованы в том, чтобы то послание внутри меня, которое они чувствуют, видят, чтобы оно выходило и было эффективным и влияло как можно больше на других людей. Вот. Я не могу сказать, что я не боюсь об этом говорить или я не уверена. Просто, ну, потому что я пока еще, знаешь, мне кажется, любой нормальный человек, мне так кажется, он не будет размахивать флагом. И кричать, я такой крутой, сейчас я там, типа, вау, ну, понимаешь, зачем? Не как кто-то пишет. Роберт, расскажи, пожалуйста, давай, можно я тебе вопрос на вопрос отвечу? Скажи, ты бы подкатил к вдове с двумя детьми? Я бы подкатил их. Ответ. Я тебе честно скажу, жена... Девочки, обратите внимание на пацанов из Нягани. Они серьезные ответственные. Слышу ли я тебя люблю? Значит, ну, то есть, нормально? Нет, Роберт, мне никто не писал, честно тебе скажу. Писем поклонников я не принимала, знаешь, у меня нету кучи пачек нераспечатанных. Я думаю, что все придет в то время, когда нужно. Я надеюсь, что это будет быстро, потому что я бы хотела, чтобы у Явы Узака был любящий и настоящий папа. Я молюсь об этом, я жду этого. Я верю, что в первую очередь Деня сам там где-то на небе молится и, знаешь, пошлет мне своего хорошего друга. Не знаю, Роберт. На самом деле, Роберт, я, знаешь, я хотела бы одну вещь сказать, она у меня очень важная. Знаешь, что я поняла? Что произошло вот за этот год? Давай. Я бы это сформулировала сама, прежде чем пока кто-нибудь это сформулирует. Я просто вдруг поняла одну вещь про себя, наверное, и про то, что происходит. Я поняла, что как дети Бога, мы так или иначе отражаем суть и лицо своего отца. И каждый ребенок по-своему на папу похож, согласись. Ну, то есть вот у меня два ребенка, и каждый из них по-своему похож на Дениса. И вот та история, которую сейчас я называю «Любовь знает лучше», история моей любви с Денисом до всех плохих событий, его уход, рождение Эвы, то служение, которое сейчас начинается, вот этот проект с девочками и женщинами, я вдруг поняла, что я отражаю какую-то часть его личности, его лица. Вот просто своей судьбой. И если говорить вот прям глобально, то, наверное, больше всего я бы хотела при соприкосновении с каждым человеком быть той дочкой своего отца, Бога, которая поможет таким же дочкам или сыновьям Бога и отца стать теми, кто они есть. Помочь им понять, какую, знаешь, какой характер, какую черту характера Бога они отражают. Потому что это самое улетное, это то, знаешь, от чего у меня просто внутри, вот такой вот начинается маленький ураганчик, когда я понимаю, что каждый из нас призван отразить какую-то одну его черту, например, одну, хотя бы одну, да? Ну, есть уникальные личности, которые много их отражают. Вот это просто космос для меня. Когда я понимаю, что то, что со мной происходит, это я всего лишь отражаю какую-то часть его послания для людей, что любовь знает лучше, что что бы ни случилось, что бы ни произошло. Всегда есть выход, и это, знаешь, я говорю не просто, потому что это правильно написано в Библии, или об этом сказал пастор, а потому что я прожила за этот год такие вещи, которые я бы никогда в жизни не хотела прожить. Но поскольку я доверилась и доверяю ему, я могу сказать, что это отражение его любви ко мне. То, как все произошло, то, как он поддерживает меня, то, сколько людей пишут и благословляют, присылают деньги и просто поддерживают. Да, просто люди, которые никакого отношения к церкви не имеют, или там они не в курсе вообще ничего, видимо они чувствуют и видят что-то, что для меня абсолютно, например, естественно. И вот эту мысль я тебе уже и говорила, я хотела бы и озвучить, да? Мне иногда задают вопрос, знаешь, с таким восхищением, Рита, как вот ты вот, какая ты молодец, как ты это все вот, типа, герой. И я в этот момент, во-первых, себя чувствую неудобно, ну потому что, ну как бы, а во-вторых, я поняла такую вещь очень интересную, то, что для других кажется героизмом, для меня единственный возможный способ прожить эту жизнь. Я не могу по-другому, потому что мне по-другому будет еще хуже. То есть закрыться дома, лечь лицом к стене и погрузиться в этот траур на 3-5 лет, для меня страшнее, чем каждый день бороться с этой чернотой, да, все равно, да, с грустью, там, с тоской и так далее. И искать что-то светлое, искать эту любовь и делиться ей. Вот мне так легче. Спасибо. Да, пожалуйста. Остави все, что тяжело нести, груз печали, обиды и тоски. В тиски и гонор, небезопасный пыл, в этом прохладном мире я не остыл. Вдоль пути кресты, те, кто устал нести до края земли. Субтитры сделал DimaTorzok